Всем, ребята, привет! Вы на канале GameDop. Мы продолжаем играть в игру Готика 2 Ночь Лорена. Наконец-то, спустя много серий видео, мы нашли лук Баспера. Давайте ему его отдадим. Пришел, наконец. Я думаю, это твой лук. Мой лук. Где ты нашел его? В темной дыре, полный крыс. Надеюсь, у тебя не возникло проблем из-за этого? Нет, мне приходилось делать такое и раньше. Хм, ну все же спасибо. Я твой должник. Как обстановка в городе? Пока нет никаких новостей. Если хочешь, зайди позже. Покажи мне свои товары. Я, конечно, куплю 150 стрел. Спасибо. И давайте повторим наш подвиг, который мы пытались уже пару раз совершить, но у нас не получалось, потому что мы слабые были. Теперь мы стали немножко сильнее и еще раз пойдем и попробуем освободить маяк от бандитов. Сейчас только еще с тобой поговорю. Я вроде бы еще одну табличку каменную нашел. Так, что-то я не понял. А где диалог про таблички? Почему квест с табличками висит? Я табличку нашел, но у него диалога этого нет. Смотрите, и шел на маяк, и даже по пути на маяк стоит он вдалеке, черный страшный монах. Попробуем мимо его пробежать, чтобы он нас не заметил. О, нормально. Вроде бы не заметил. Ну что, ребята, теперь я более опасный, не то что раньше. Так, я отойду. Я двоих убил. У меня хп много нету. Сейчас полечусь и вернусь. Другого добью. По-быстрому покушал. Так, иди сюда. Come on, baby. Ты там вроде бы а не пошелся. Ты что, прикольно? Я даже не сохранялся. Я думал, там самый безобидный остался. А у меня с двух ударов выбил. Ну, вообще пипец какой-то. Сейчас ты получишь. Получил, подонок. Так, почему-то первая попытка была самая удачная. Что у нас пошло небо полону? Я разорву тебя на куски. И ловкость прокачал, и владение прокачал. Все равно не могу попасть. Судара убил меня. Мы там когда-то призывали волка. Давайте побалуемся. Еще раз волка призовем. Может быть, он нам немножко поможет. Почему бы и нет. Так, блин, волк даже забежать не успел. Еще одним монстром стало меньше. И волк там фигня. Он с удара умирает. Но все равно. Этот волк мне нафиг не нужен. По приколу его используем. Так. 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 А почему я поначалу их так легко убил, а теперь я не могу их убить. И волка своего я сам убил. Ты заслужил это, подонок. Да что за прикол? Какое-то издевательство. Еще одним монстром стало меньше. Сделаем, как и в прошлый раз. Просто вплотную подбежим. Блин, сам волков не убил. Ты заслужил это, подонок. Надо менять план. Стой, друг. Ты заслужил это, подонок. Блин. Еще и волк какой-то туповатый, постоянно перед носом убегает, постоянно его убиваю. Вот опять волка убил я, вроде бы. Получил, подонок. 100, 500 и плюс попыток уже сделал. Получил, подонок. Да что ж такое? Что за фигня? Сейчас подеселимся. Блин, даже не успел развернуться и убежать, чтобы подлечиться. Ура, я убил. Отойдем. А то он мне... Да блин, в спину! Ты че, издеваешься? Вот пол хп снес, он руки скрутил и стоит просто. Ему пофиг на то, что я по нему стреляю. Стой, трус! Да я стою на месте, никуда не бегу. Убил, убил. Давай убил. Второй я вот заглючил. Не можете пока мне подойти. Волк сдох. Убил. И то убил, потому что он заглючил. Ему надоело меня убивать, он решил просто умереть. Так же, как и волк. Стоял-стоял без дела и решил просто вздохнуть. Последний остался. А, у него арбалет. Нифига себе, как он больно пробивает арбалетом. Блин, я ж промахиваюсь. Стой, трус! Получил, подонок! Пипец какой-то. Надо подбежать. И сдохнуть. Получил, подонок! Может быть на его какую-то магию использовать. Огоняная стрела. Она галимая. Так, чисто для понта можно использовать. А где он делся? А, вижу. Получил, подонок! У меня даже броня не самая бомжовская. Но от ее толку, как видим, совсем немного. Да просто с двух ударов он даже не промахивается по мне. Надо, может быть... Не знаю. Что он там делает? Да, ну, е-мое! Стрел, подонок! Выходи. Выходи, бандит. Я тебя жду. Буду тебя с крыши расстреливать. Не хочет выходить. Ну, выходи, выходи. А у него стрелы заканчиваются или нет? Великолепная тактика. Так нужно было сразу делать. Забираем все, что есть. Так. Луки. Стрелы. Отмычки. Это хорошо. Отмычки нам нужны. У меня их очень мало. Так. Ну, все. Получается, мы маяк очистили. Да. Тут что-то интересное есть. Сундук есть. Кстати, он... Там замок нарисованный, но мы его открыли без оттычки. Второй этаж. Там, наверное, большая лампочка стоит. Это же маяк. Или раньше там костри полили. А, ну да. Костер горит. Все правильно. Так. Зелье, свиток, мешочек. И все, да? Да. И все. Бежим в город. Скажем, что мы его маяк освободили. Хай, мужик порадуется. А помните здесь? Был мужик, который на нас напал. А ну, с ним поговорить. Эй, ты все еще здесь? Разве я не сказал тебе, чтобы ты проваливал? Ну, держись. Сейчас я покажу тебе, кто здесь главный. Он первый на пол у меня. Забрали его меч. Ключ от склада. Какого склада такое интересно. От этого сундука? Или нет? И здесь сундук. Тюк травы, ребята. Мы нашли тюк травы. Все. Мы прекрасно помним, куда его нужно отнести. Зашибись. Джек, привет. Бандитов, которые захватили твой маяк, больше нет. Это правда? Наконец-то я смогу опять вернуться к своей работе. Пойдем со мной к маяку. Оттуда ты сможешь насладиться потрясающим видом на море. Ну, пойдем. Че ты сидишь? Че он не идет? Короче, наверное, когда мы в следующий раз придем на маяк, он там уже будет работать. Список квестов, ну, вроде бы уменьшается потихоньку. Так, теперь точно уже идем в верхнюю часть города. Наконец-то. Мы еще здесь не говорили ни с кем. Так, стражники, думаю, неинтересно для нас. Мимо их пройдем. Так, с тобой можно поговорить? Диего передает тебе привет. Что? Кто? Какой Диего? Он попросил меня вручить тебе это письмо. Этого не может быть. Мне конец. Он что уже, в городе? Кто? Диего, конечно же. Да. Я должен скоро встретиться с ним. Это конец. Все пропало. У меня нет времени. Мне нужно уходить отсюда. Быстро. Если он найдет меня здесь, мне конец. Есть новости. Что это все значит? Ты издеваешься надо мной? Ты и твой приятель Диего уже и так дел натворили. Оставь меня в покое. Ну, давай, текай, а я твой дом... Это... Очищу. От твоих полезных вещей. Клиренс сделаю. Смотрите. Навстречу ему Диего идет. У меня и так хватает проблем. Это плохой бизнес. А что за прикол? Нам остается только штат. Так, секундочку. Я думал, они будут драться между собой. Так, ты куда идешь? Это было так, как ты идешь. В его дом. А ты куда идешь? Но он настаивал, что ему лучше знать. Куда он идет? Он текает с города или нет? Это плохой бизнес. А ну-ка. Подожди минутку. Не, диалог не поменялся. Блин, интересно. Давайте посмотрим, куда он дойдет. Он идет в портовой части города. Я, честно говоря, не представляю, куда он идет. Топиться, возможно? Или к кораблю? Я видела их. Если бы я не видела это собственными глазами. Кого ты видела? И это еще не все, поверь. Он не может угодить всех. Просто послушай, что он говорит. Не говори об этом никому. Он теперь будет здесь стоять? Он не может угодить всех. Есть новости? Что это все значит? Ты издеваешься надо мной? Ты и твой приятель Диего уже и так дело натворили. Оставь меня в покое. Ладно. Он теперь, наверное, будет вот здесь стоять. Тогда пойдем к Диего. Ну, понятно. Диего занял его дом. Я доставил твое письмо. Очень хорошо. Как Гербранд воспринял это? Он был в шоке и моментальный чес куда-то. Я так и думал. Боюсь, правда, что в первую очередь мне придется заняться обстановкой моего нового дома. Если я правильно помню, вкус у Гербранда просто ужасный. Значит, это теперь твой дом? Да. От погреба до чердака. Со всей мебелью. Я столько лет провел в невыносимых условиях. И теперь мечтаю о том, как я буду спать в огромной кровати с балдахином. А потом на завтрак я буду есть превосходный окорок. И запивать его дорогим вином. Да, ты своего не упустишь. Точно. Как тебе удалось провернуть это? Ты думаешь, Гербранд заработал свое состояние на честном бизнесе? Конечно. Он никогда не марал руки, когда доходило до грязных дел. У него для этого был помощник. А на моей совести тогда много чего было. Гербранд в конце концов решил избавиться от меня. Вероятно, он опасался, что я знаю слишком много. Ты никогда не говорил мне об этом. А ты никогда и не спрашивал. Что насчет моей доли? Похоже, ты ничего не забыл из того, чему я учил тебя. Но ты прав. У меня ничего бы не вышло без твоей помощи. Вот твоя доля. Пятьсот монет. Нормально пойдет. Что насчет Гербранда? Он наслаждался беззаботной жизнью слишком долго. Он жил здесь, купаясь в роскоши, когда я питался похлебкой из мясных жуков. Понятия не имею, куда он сбежал отсюда. Но он больше не осмелится появиться в Хоринисе вновь. Я позабочусь об этом. Если ты ищешь его, попробуй пошарить в портовом квартале. Итак, это твой дом. Я могу в его зайти? Могу. Я могу его ограбить? Могу. Это честно? Нет, не честно. Но Готика это игра не про честность. Здесь кто сильный, тот и побеждает. Кто наглый, тот и выживает. Что на втором этаже? И где подвал? О, тут вообще, тут реально красиво. Тут реально роскошь какая-то полная. Камин офигенный. Не то, что там у меня на заднем фоне маленький такой жлобский. Горит. А здесь прям дом как дом. Домище. Только стола с компом не хватает. Сундук. Право, право, лево, право, право, лево. Фух. Много отмычек ушло. Но открыли. Ну и все, здесь... А вот эти книжки, их нужно читать или не нужно читать? Я не понимаю. Я их вечно мимо их пробегаю, никогда на их внимание не обращал. И секундочку, он говорил. Второй этаж и подвал. А где подвал здесь? Дьера. Кались. Где в твоем доме подвал? Как его спуститься в твой подвал? Или ты про подвал меня обманул? Наверное, обманул. Ладно. Привет. Эй, ты! Я был в долине рудников. И? Как там обстоят дела? Шахты истощены. Там можно добыть всего каких-нибудь несколько ящиков руды. Вряд ли эта овчинка стоит выделки. Этого не может быть. Это означает, что я разорен. Что насчет нашей сделки? Ах, да. Твое вознаграждение. Вот твое кольцо. Спасибо. Я даже этот квест и не помню. А что он за кольцо дал? Здоровье плюс 40. Ну это в принципе нормально, но мне лучше хай будет плюс 5 к ловкости. Чем плюс 5 к здоровью. И нас посвящает тех, кто позволяет его рудрость. Скажи мне, что это не так. Гражданин. Это не мои проблемы. Рыцарь. Ладно, короче, идем по основному квесту. Меня все ждали. Я знаю. Как ситуация? Я с ума сойду здесь. Я солдат, а не бюрократ. Из-за всей этой бумажной работы, что я должен делать? Я уже почти забыл ощущение клинка в руке. Я принес тебе новости от Гаронда. Вот. Он начертал эти строки для тебя. Наша ситуация хуже, чем я опасался. Но доложи мне о ситуации в долине рудников. Паладины заперты в замке долины рудников, окруженном орками. Они потеряли много людей в старательских операциях и добыли очень мало руды. И должен добавить, без помощи извне им всем скоро придет конец. Вот такие дела. Я должен найти способ спасти эту экспедицию. Ты многое сделал для нас. И нас благодарить тебя. Мне неинтересна его благодарность. Мне нужен его глаз. Да, конечно. Я держу свое слово. Возьми это письмо. Оно откроет перед тобой монастырские врата. Поговори с Пирокаром, высшим магом огня. И покажи ему это письмо с полномочиями. Он предоставит тебе доступ к глазу и носа. И еще одно, прежде чем ты уйдешь. Возьми эту руну в знак моей благодарности. Она вернет тебя в город, когда ты этого захочешь. Теперь нам нужно идти в монастырь. Плюс нам дали руну, которая возвращается в город. У меня уже... Так, секундочку. Сколько у меня уже? Пять. Пять разных рун, которые возвращают в разные места. Офигеть. Это большая экономия времени. Перед тем, как идти к монастырю, я еще побегаю по локациям, попытаюсь кое-какие квесты выполнить. Обстановка в долине рудников очень тревожит меня. Но мы разработаем план, чтобы преодолеть все опасности и вытащить наших парней оттуда вместе с рудой. Вот такой вот диалог нехитрый. Рыцари. Рыцари. Так. Чему-нибудь научить? Нет. Не надо ничему меня учить. Но... Хотя-хотя ловкости я бы обучился. Я могу пройти? Я прошел? Я здесь не был, кстати. Или был? А, я был здесь. Вот типа главный город. Я не хотел помешать. Но тем не менее, помешал. Убирайся. Как дела? Тебе до этого какое дело? Пока паладин и здесь, лорд Хаген занимается всеми делами, касающимися жизни города. Ну и ладно, сиди. А я возьму твой подсвечник. Хе-хе. Прочитаю твою книжку. О, кстати, я вроде книжку прочитал, а мне что-то добавило что-то. А ну-ка. Наверное, эти книжки нужно читать. А я их не читал никогда. Хе-хе-хе. Так. Здесь диалога нету. Ладно, 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 ладно. А данный сундук я ограбил. Когда-то. Давно. В каком-то видео. Не помню каком. Все. Теперь я хочу пойти, знаете, куда. Смотрим квесты. О, тюк травы отдать. Отличный квест. Телепортируемся. По-другому. Опа-на. Где хотел, там и появился я. Только здесь вокруг эти монахи бегают. О, какой я меткий. Я даже бить не хочу его, потому что с моей меткостью кого-то убивать, это издевательство какое-то. Полное. Полнейшее издевательство. Так. Там монах. Там дракон. Там еще один монах. А куда мне пройти, чтобы меня не убили и не засекли меня? Сюда. Кустами, кустами пробираемся. Сейчас еще на ферму зайдем. Там, где обитают только одни мужчины. О, так нормально. Я их уже звук ударом убиваю. Раньше их вообще убить не мог. Как бы, растем, ребята. Потихоньку, потихоньку, но растем. Вообще зашибись. Так, вот еще со спины напали. Я даже их не заметил. Тут такие густые кусты растут. Мне там, по идее, не слишком много нужно еще опыта, чтобы следующий левел получить. Давайте посмотрим. А, нет, я же недавно левел получил. Я вспомнил. Так что, до ведущего левела мне еще нужно много опыта. Здесь какая-то могила. На могиле ржавый меч, да? Ну, конечно, ржавый меч. И неизвестный солдат. А могилу раскопать нельзя? Черный кладоискатель. Так. Здесь три тела. А я бы сказал два тела. А, нет, там два тела, все правильно. Так, давайте полечимся. Чем бы полечиться? А, нужно и манну установить. Так, манну установили. Давайте грибы поедим. Они, вон, по тридцатке хп дают. Так что, нормально. И мясом закусим. Теперь идем на ферму. О, еще зайдем, тролля убьем. У меня ж теперь же есть видок уменьшения. Так что, все. Так что, еще планы есть. Как дела? Малак ушел от меня и забрал с собой всех, кто работал на меня. Он сказал, что направляется в горы. Он больше не мог находиться здесь. Новые орды монстров каждый день приходят через проход. Скоро они всех нас сожрут. Если бы только меня защищали хотя бы несколько наемников. Один из них даже был готов работать на меня. Но он передумал. Впрочем, мне кажется, его звали Вольф. Я помню. Вольф говорил, типа, что ищет работу. Теперь уже два квеста на базе, на ферме. На ферме Анара. О, вспомнил. Не мог название фермы вспомнить. Все будет в порядке. Без малака этой ферме скоро придет конец. Если ничего не переменится в ближайшее время, боюсь, мне придется бросить ее. Надеюсь, он скоро вернется. Окей, я к ему это схожу. И расскажу, что тебе нужна помощь. А то он реально один остался. Жалко. Жалко человека. Ай. Монах. Мне там пройти нужно. Алло. Ладно. Пойдем тогда в обход. Он там проход перекрывает нам. Гаденыш такой. Сейчас здесь и спустимся вниз. Кое-кому отомстим. Конечно, бой будет нечестный. Потому что я буду пить его луком. Но я ему отомщу. Я же говорю, эта игра не про честность. Я здесь разобью или нет? Так, что там делаем? Короче. Ты че? О. Вылез. Текстур. Думал, уже застрял. Доставай лук в дуру. Монстр постреляет. Е-мое. Он один здесь? Один. Собираем траву. Копаем клад. Много тряпички здесь. Вот в игре есть там кузнечное дело. Есть алхимия. Там кузнечное дело ты можешь оружие делать. Там алхимия ты можешь и гелий делать. Есть воровство. Есть акробатика. Есть и краска. Есть и... Короче, много чего есть. Но ты это... Не можешь все прокачать. Тебе нужно что-то одно выбрать. Ну, может, не одно, а два выбрать. И качать. А желание есть и все прокачать. А, создание рум еще есть. В общем, здесь много разных профессий. Ага, кажется, я кое-что нашел. Так, стоп-и-стоп-ито и кожаный кошелет я нашел. Ну, ладно, пойдет. Почему бы и нет. И тоже пойдет. Плывем и к домику. И сейчас кое-кого будем убивать. Жестоко убивать. Я ему отомщу. За свою нелегкую жизнь. Но сначала с тобой поговорю. Эй, что-то интересного продаешь. Покажи мне товары. Впрочем, выбора у меня нет. Стрел нету, тогда меня здесь ничего не интересует. Выходим. И он... Их капец много, этих черных монах убирает. Что тебе нужно, слезняк? Я вызываю тебя на дуэль. Ах, ах. Тебе все не имется, да? Ладно. Иди сюда. Убийца. Тревога. Эээ. Умри, убийца. Еще и добил меня. Мне его типа нужно мечом убить. Так я же мечом его не убью. Я же слабый мечом. Я только лука могу убивать. Покажи ему. Покажи ему. А что ты меч спрятал? Ты, Вася. У меня же сила не прокачанная. И урон от меча вообще слабенький. Покажи ему. Да, задай его. Да, е-мое. Ты показал ему, кто здесь главный. Я могу типа вот так сделать. Ну, подожди, сукин сын. А тот даже не заметил. Ну, я отомстил. Этому пофиг. Он даже не заметил. Идем в лагерь. То есть не в лагерь, а на ферму Онора. Но! По пути мы зайдем сюда. Убьем этих... Крако-зяблова. Их только два. Я думал, их здесь больше. Ну, мне так раньше казалось, что их здесь больше. А их два всего лишь. О, монаха вижу опять. Надо обходить. Стоит. Смотрит на меня. Ну, стой, стой. Я пошел дальше. Сначала подойдем к Вульфу. По поводу работы. Или можно стрельбу с лука обучить. А ну-ка. Я хочу научиться стрельбе из лука. Чему обучить тебя? Давай лук плюс пять. Вот так. Твоя мяткость значительно выросла. Похоже, я нашел работу для тебя. На ферме Бенгара. Выкладывай. Проход в долину рудников начинается сразу за фермой Бенгара. Ему досаждают звери, просачивающиеся через проход. Нужно, чтобы кто-нибудь защищал ферму Бенгара. Ну, хоть что-то. Я хотя бы буду далеко от этой фермы. И не буду смотреть, как идиот, на здешних кузнецов. Я согласен. А так как ты один из нас, я не возьму много за эту работу. Дай мне триста золотых. И я сразу же отправлюсь туда. Ничего себе, триста золотых? Хай тебе фермер, наверное, платит, а не я. Почему я ему должен платить? Вот твое золото. Хорошо, я иду туда. Посмотрим, что там за звери. Увидимся позже. Давай. Удачи. Ну, я дал ему триста, зато получил триста опыта. Этот бухает стоит. У меня и так хватает проблем. Просто послушай, что он говорит. Почему ты не работаешь? Ты еще ничего не слышал? Паладины арестовали Беннета. Что случилось? Ну, мы были в городе за покупками, когда неожиданно услышали крик. Кто-то кричал, вот они, держите их. Ох, как я напугался. Я бросился бежать. Я бежал так, как будто за мной гнались демоны. Беннет бежал за мной. Я не знаю, что произошло, но когда я выбрался из города, его со мной уже не было. Должно быть, он отстал где-то в городе. Мы его в тюрьме видели. Так почему Беннета арестовали? Убийство! Беннета подозревают в убийстве Паладина! Какая чушь! Я был с ним все это время! Так почему ты не пойдешь в город и не расскажешь, как все было? Они посадят меня в камеру, как его сообщника. Нет, этого нельзя делать, учитывая ситуацию. Ситуацию? Понимаешь? Анар и его отношения с городом. Это все может плохо кончиться. А как отреагировали наемники на ферме? Естественно, я не знаю, что они планируют. Но многие из них просто в ярости. Это понятно. Если бы у них было право решать, они бы атаковали город уже сегодня, чтобы освободить Беннета. Поговори с Ли. Может быть, ты чем-нибудь сможешь помочь. Было так, как ты сказал. Могу я? Меня мало что. И это правда. Это плохо и что вы сделаете. Я не знаю, что другом. Ничего не знаю. С Ли поговорить нужно, окей. Но сначала тюк травы отдам. Эй, это случайно не твой тюк болотной травы? Да. Мой. Где ты нашел его? Это долгая история. Ладно, это не важно. Но теперь я знаю, что ты наш человек. Эй, возьми это в награду. Сейчас я скручу пару косячков. Дал мне голды и косяков дал. Хм, прикольно. О, квестов еще стало меньше. Зашибись. Посох Малета. Он где-то должен быть возле круга камней. Я туда тоже схожу. Но сначала зайду к Ли. По поводу того, что Беннета в тюрьму посадили. И его подозревают в убийстве паладина. Так, у этого я купил стрелы. У него было немножко. Эй! Так, это Горн. Отдели. С тобой все в порядке? Ты спас меня, парень. Я никогда не забуду этого. Что ты собираешься делать теперь? Сначала я отъемся. А потом? Кто знает. Возможно, я опять вернусь в колонию. Что-то ведь должен присматривать за орками. Иначе они могут появиться у нас на пороге без всякого предупреждения. Понятно. А Ли где? Вот где Ли, мне непонятно. Возможно, он сверху спит? Отдыхает? Где ты был? Я был в долине рудников. Там драконы. И паладинам приходится не сладко. Да? Похоже, во всех этих историях действительно есть доля прав. Ли, это будет интересно. Хорошо, что ты здесь. У меня есть для тебя работа. Что такое? Фермер Бенгар недавно жаловался, что ополчение из города действует ему на нервы. Они давят на этого фермера, возможно, пытаются заставить его порвать отношения с Анаром. Я хочу, чтобы ты отправился на его ферму и дал понять этим ополченцам, что там им делать нечего. Есть вопросы? Как мне найти ферму Бенгара? На юго-западе этой долины есть большая лестница, ведущая на Плата в горах. На нем и находится ферма Бенгара. Если ты заблудишься, поспрашивай фермеров на полях. Они и покажут тебе дорогу. У тебя есть какая-нибудь работа для меня? Ты видел этих парней, одетых в черные рясы, которые ошибаются здесь? Меня от них в дрожь бросают. Когда я ходил по морю, я видел много странных вещей, но эти парни по-настоящему испугали меня. Они пришли со стороны лагеря бандитов, которые находятся в горах в южной части этой долины. Возможно, тебе стоит сходить туда и разобраться с этими парнями. Я сам их боюсь. Куда мне идти разбираться с ими? Ты что, дядя? Ты что-то попутал. Я хочу улучшить свои способности. Так, он качает силу, качает ловкость. Понятно, у меня поинтовой прокачки нету. Так что конец. У нас еще задание появилось. Ё-моё. Короче, наше путешествие к монастырю откладывается. Ах, хорошо, что ты пришел. Что случилось? Я нашел это в старой часовне. Это магическая руна. Я думаю, она может в любое время перенести тебя сюда, на ферму. Я подумал, что ты сможешь пользоваться ею. Ого, сколько диалогов у него. Но за руну спасибо. Это уже шестая руна получается у нас. Я отнес лорду Хагену твое предложение о мире. Что он сказал? Он сказал, что он готов даровать помилование тебе, но не твоим людям. Вот упрямый дурак. Большинство людей в королевской армии больше головорезы, чем мои парни. Что ты собираешься делать теперь? Я должен найти другой способ вытащить нас отсюда. Если понадобится, мы захватим корабль. Мне нужно подумать об этом. Вытащить свою голову из петли и бросить моих людей? Это даже не обсуждается. Смотрите, ребята. Нажимаю конец. И продолжим в следующем видео. Потому что видео вроде бы затягивается. Это действительно. Я не был бы так уверен... Он слушал не тех людей. Никому не интересно мое мнение. Никто не...